Доброе субботнее утро, дорогие телезрители из нашей солнечной яркой студии. С вами Мадина Лайпанова. Тренер – важная и далеко не простая профессия. В честь спортивных наставников даже учрежден специальный праздник, который отмечается 30 октября. В этот день принято поздравлять всех тренеров страны, в том числе и детских наставников, работающих в спортивных школах, а также фитнес-инструкторов. Сегодня у нас в гостях человек, который занимается тренерской деятельностью уже долгие годы и который добился внушительных результатов на этом поприще. Позвольте представить вам Азамата Кубанова, тренера по смешанным единоборствам, а также по совместительству директора комплексной спортивной школы «Победа». Доброе утро, Азамат! Доброе утро! Рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. В первую очередь позволь тебя поздравить с твоим профессиональным праздником. Ты являешься одним из целой такой плеяды тренеров нашей республики, которые, как я уже сказала, добиваются больших результатов и показывают эти результаты. Прежде чем мы поговорим о твоей тренерской деятельности, вернее, о таких достижениях, мне бы хотелось, чтобы наши телезрители немножечко все-таки окунулись, скажем так, в твою жизнь и узнали, как же так получается, что вот люди приходят в тренерскую деятельность. Как ты начинал и что тебя сподвигло к этому когда-то? Да, еще раз доброе утро. Ну, вернуться теперь уже в далекий 2010 год, когда я начал свою тренерскую деятельность. Она началась в стенах Северокавказской государственной технологической академии. Тогда был филиал Саратовской академии права на космонавтов 100. Вот там наши первые работы совместные уже начала именно деятельность тренерская началась там в 2010 году в подвале университета, в маленьком подвале, который, наверное, был меньше раза в четыре этой студии. Мы там тренировались и все удивлялись, сколько человек, как могут сюда столько человек помещаться. Ну, для нас тогда это было очень актуально, потому что мы своими руками создавали этот зал, сами делали ремонт. Все это приобреталось, делалось, мы туда реально вкладывали душу, мы говорю, потому что воспитанники мои первые, они тоже помогали, вместе работали. И на сегодняшний день... У вас уже совсем, да, по-другому. Теперь, теперь... Не верится, что вы когда-то начинали с маленького подвала, да? Да, сейчас у нас совершенно другая спортивная инфраструктура, где мы можем уже себе позволить не только такие тренерские работы, но и проводить масштабные соревнования, масштабные спортивные сборы, приглашать гостей. Поэтому результат упорных тренировок действительно доводят до определенного момента. Азамат, расскажи, пожалуйста, вот когда появились первые воспитанники, когда ты вот начал тренерскую деятельность, ты помнишь вот это чувство? Страшно ли было вообще быть тренером, начинать? Были ли какие-то сомнения, может быть? И думал ли ты о том, а будут ли меня там как-то вот, ну, там строго судить, а справлюсь ли я? Были такие или вот был уверен, что нет, все будет хорошо, я смогу это сделать? Ну, ты знаешь, Мадина, конечно, некое волнение присутствовало, потому что это все равно что-то новое для себя, хоть я и занимался этим видом спорта. Но одно дело самому выступать, а другое учить, то есть не значит, что первоклассный спортсмен может стать первоклассным тренером. То есть, ну, именно сейчас мы можем об этом говорить и брать пример многих тренеров. Есть очень успешные тренера, но они не были серьезными спортсменами, вот, по разным видам спорта. А в нашем же виде спорта, конечно, я считаю, что тренер должен быть сам практикующий, выступающий, и тогда результат будет. Поэтому волнение было, волнение было, но на первой же тренировке оно прошло, когда уже видишь, что результат получается, у воспитанника все получается, они видят, они слышат. И мне удается до них доводить то, что как я хочу, и сам уже начал получать от этого удовольствие. Тогда действительно это уже хобби и переросло в образ жизни. И по сей день все так, просто стараемся развиваться, а не сидеть на месте, проходить какие-то повышения квалификации в данном направлении. А направлений сейчас у нас уже много. Начинали с одного узкого, а сейчас уже их у нас несколько. Если говорить о достижениях, мне кажется, тренеры – это те люди, которые радуются победам своих воспитанников, даже, наверное, больше, чем своим. Помнишь ли ты вот это чувство, когда первый раз, может быть, твой ученик выиграл какое-то серьезное такое соревнование? Ну, если помнишь, то какое это было состязание, и вообще какие эмоции, чувства испытал? Ну, конечно, я помню наши первые соревнования, они проходили в городе Пятигорск. Соревнования очень сильно затянулись, они, наверное, закончились где-то в 4 утра. Ого! Да, я только начинающий тренер, для меня это дикость. Испытание было, да, такое? Был такой момент, одного из своих ребят разбудил в час ночи, он лежал, уснул бедный на скамейке. И я его разбудил, чтобы он провел свой полуфинальный бой. Вот, и чувство радости, конечно, было очень большое. Одно видео мне недавно, мои воспитанники скидывали, с Армавира, когда один из моих ребят выступал, и не снимали не его, а снимали меня. Вот, и я стоял на подходе к октагону, и все, руками, ногами вместе с ним работал. Ну, прекрасно, вы знаете этого человека, Ахмад Ижаев тогда, у него был бой, да. То есть, ну, за малым сам чуть не выскочил туда тогда, очень эмоционально был бой. Настолько эмоций, да? Даже Ахмад потом не раз отмечал, это сам чуть моего соперника не побил. Ну, настолько все эмоционально было. Ну, и последнее такое, то, что победа очень ярко запомнилась, и где было очень много эмоций. Это выступление нашего Амали Агирова на чемпионате России, то есть, он все спортивное сообщество тогда удивил. Все рукоплистали, весь спортзал Санкт-Петербурга, огромная арена, когда Амаль, ну, с таким недугом оброжденным, когда стал чемпионом России среди здоровых людей, то есть, ну, там эмоции были. Для наших телезрителей, чтобы было понятно, Амали Агиров – это спортсмен, у которого нет одной руки. И он выиграл чемпионат России, получается, да, среди совершенно здоровых спортсменов. Среди совершенно здоровых, и мало того, у него в сетке, в которой он выступал, было очень много именитых спортсменов. Ну, это заслуга, в первую очередь, все-таки твоя, как наставника даже больше. А вот смотри, я думаю, ты со мной согласишься, что в тренерском процессе важна не только отработка самих приемов, но и какая-то такая психологическая составляющая, ты об этом уже сказал. Часто ли ребята твои, вот, подопечные, обращаются к тебе, скажем так, ну, не по спортивным вопросам, может быть, за советом приходят, какой-то, не знаю, жизненной такой ситуации рассказывают, где вот требуется какой-то взгляд со стороны, бывает ли такое? Конечно, я вам даже скажу, мы о другом, вот есть, да, у нас тема, например, там собрались, у нас там совещание, либо какой-то совет тренерский, то есть там идет у нас повестка дня, первый вопрос, там, тренировочный процесс, второй вопрос, там, соревнования, третий вопрос, там, приобретение чего-то, а четвертое, о ином. Вот, о ином у нас больше всегда, потому что, ну, тренировки тренировками, вот, ну, кто-то жениться собрался, мы это обсуждаем, когда, как это пройдет, там, кто-то куда-то на работу устраивается, что-то, но мы это все делаем вместе, потому что, ну, любая проблема, горе, радость, мы всегда делим вместе, поэтому я, наверное, один из первых, кому они звонят, и мы уже начинаем приходить к чему-то общему. Искать, да, выходы из ситуации. Потому что они же большинство детьми выросли, можно сказать, на руках, вот, большинство приходило, когда им было 8 лет, 9 лет, 10 лет, а сейчас этим парням по 18, по 20 лет, кому больше, вот, поэтому, ну, настолько мы привыкли друг к другу, и часто они прибегают за советом, конечно. Вот, кстати, вопрос, много ли у тебя, скажем так, бывших подопечных, с которыми ты общаешься? Наверняка есть ребята, которые уже на тренировки-то не ходят, но все равно. Да, недавно мне тоже задавали вопрос, а сколько, ну, человек-то вообще за свою тренировку, карьеру тренировал. Вот я затрудняюсь ответить, не знаю, может, тысяча, две тысячи, может, потому что, ну, даже в институте сколько людей было. Все в один момент, все ходили именно на смешанные единоборцы, у нас была своя группа, то есть у студента был выбор. Общая физкультура не было, он мог заниматься в университете, где я преподавал, то есть они выбирали секцию, которые по душе и ходили, очень много людей было, и плюс свои, там, даже девочек больше 50 человек ходило тогда, я помню. Поэтому людей было много, и очень тепло мы с ними сейчас встречаемся, потому что, ну, очень много даже людей, которые, ну, занимают высокие посты, они тренировались у меня. Вот мы с ними видимся, очень тепло, лестно вспоминаем те времена, которые мы вместе с вами тоже можем вспомнить, как поднимались на Эльбрус, мы сейчас это вспоминали, да, вот тогда, будучи девушкой, показали серьезный, очень большой характер, потому что многие парни испугались это сделать. Ну, хорошо, ладно, меня тоже похвалили. Конечно. Да, уж без этого. Азамат, этот год в Карачаево-Черкесии вообще объявлен годом наставника, да, педагога и наставника, и, безусловно, тренер играет такую же роль, как и учителя в школе, вот именно роль наставника, да. На твой взгляд, хорошо ли у нас сегодня, вот, не знаю, популяризируется вот эта профессия тренерская, пользуется ли уважением, поддержкой какой-то, как ты считаешь, вот в нашей республике? Отвечу однозначно, потому что, не дадут мне соврать, преподаватели разных школ средних, города Черкесска даже, которые очень часто мне звонят, звонят классные руководители моих спортсменов, рассказывают об их успехах, об их каких-то там проделках, были там моменты, да, когда кого-то надо было поругать, чтобы немного он поменял свои взгляды на жизнь, как себя надо вести там со своими ровесниками, вот, очень часто, и мне это приятно, когда классный руководитель звонит мне и рассказывает о том, именно о его плюсах и минусах, и еще не было такого после звонка классного руководителя, как мы поговорили со спортсменом, что повторно звонили, что он либо не исправился, либо что-то как-то, в основном, да, звонят, чтобы рассказать о каких-то успехах, что как-то... Похвалить, да? Да, как-то похвалить, ну и бывает, потому что у них все равно влияние в классе большое, они спортсмены, они чемпионы, чтобы они то ли иную еще какую-то роль там выполняли в классе, они там по определенным причинам то стесняются это делать, потому что, ну, спортсмены, они часто, часто, да, такие ребята стеснительные, да, не хотят везде как-то брать на себя какую-то ношу, и приходится работать, и вот так вот... Раскрывать потенциал, да? Да, звонят, и это, конечно, да, на ваш вопрос однозначно, потому что это такая цепочка, где влияние тренера, я даже скажу, пусть не обижаются на меня педагоги, влияние тренера именно на ребенка больше, чем у учителя. Ну, в самом начале программы я тебя когда представляла, я сказала, что ты не просто тренер, сейчас ты еще и руководитель спортивной, комплексной спортивной школы «Победа». Это все-таки несет какую-то такую административную нагрузку больше, да, и приходится, наверное, решать вопросы не только по воспитанию и наставничеству. Вот скажи, как удается вот сохранять этот баланс между вот такой, скажем так, ну, должностью именно, да, требующей каких-то управленческих навыков, именно тренерством? Вот успеваешь ли находить время для тренировок, или все-таки больше сейчас занят вот каким-то решением насущных вопросов школы? Очень такой вопрос для меня, самый актуальный для меня, наверное, вопрос за последние два года. Ну, первый год я еще справлялся, я старался успевать, бегать, ну, признаюсь честно, вот последние полгода с этим очень тяжело. Сейчас я даже, ну, спортсменов предупредил, у меня больше как в настальничество я ушел от тренировка, потому что, ну, действительно, физически я не успеваю, очень много работ, поэтому я не успеваю. И сейчас часто бывает посещаю своих ребят, то есть перед соревнованиями, то есть у нас такие разговоры, чтобы настроить их правильно, чтобы они побеждали, потому что, ну, это наши дети, лишний раз, когда я их вижу, даже вижу, что у них поднимается настроение, они очень выполняют все наши функции, то, что мы им говорим. И в планах, конечно, сейчас обратно вернуться в тренерскую деятельность, потому что, да, было пропущено энное количество времени, около полугода, да. Поэтому, ну, я сам очень хочу найти время и заниматься дальше со своими ребятами, потому что сейчас, к сожалению, не получается этого делать. Азамат, хотелось бы вот такой вопрос. Если бы ты мог поздравить своих коллег, тренеров и наставников, вот что бы ты пожелал им в их, скажем так, непростой деятельности все-таки? Да, деятельность очень непростая, очень нервная, поэтому, конечно, я хочу пожелать всем здоровья, терпения. И самое главное, чем я всегда горжусь, это благодарными учениками, которые понимают вообще роль тренера в его жизни, которые не меняют своих тренеров, которые понимают, для чего они там и идут до конца с поставленной целью. Именно вот желаю здоровья. И еще раз повторюсь, это, наверное, самое такое актуальное в нынешнее время, чтобы благодарные ученики были рядом. И они радовали своих тренеров, естественно, своих родителей, нашу страну, республику нашу прекрасную, своими победами и правильным образом жизни. Это наша главная, основная цель. Что ж, Астамат, спасибо тебе большое за такую интересную беседу. Еще раз поздравляю тебя с профессиональным праздником. Спасибо большое. И желаю тебе и твоим подопечным успехов, новых побед и достижений, как ты сказал, на благо нашей республики. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч.